Здравствуйте, дорогие друзья! Ваши глаза вас не подводят, это действительно произошло. Сегодня мы с Тельняшкой решили сделать нечто очень необычное. К такому меня жизнь не готовила. К такому жизнь меня не готовила. Мы решили обменяться самоизоляционными жизнями. Моя самоизоляционная жизнь. Безумно интересно. Целыми днями я деградирую. Иногда деградирую вместе с вами. Поэтому мне захотелось посмотреть, а как деградирует Тилька. Я дала ей задание, которое она обязана выполнять в течение дня, чтобы полностью повторить мою самоизоляционную жизнь. Вы узрите дичь. Она же в свою очередь дала мне свои задания. Чтобы я повторила ее самоизоляционную жизнь, я думаю, что вы прекрасно видите спойлер. И да, это не парик. А это насколько качественно покрасила я волосы. Тилька надо мной издевалась. Издевалась. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Послушаем задание номер один. Сейчас бывает такое очень часто, то что я могу не есть весь день, а вместо этого пить только кофе. Я знаю, что тебе такое понравится, потому что ты обожаешь кофе. Это были слезы любви. Для понимания, как выглядит мой холодильник. Он выглядит вот так, да? И здесь все одно сплошное кофе. Японский кофе. Люблю я кофе. Давайте подсчитаем, сколько раз за это видео Лиса будет пить кофе. Когда? Я всегда. Как бы для меня пить один кофе, это вообще фигня. Показывай наглядно. Кофе. Тут был кофе. Кофе. И даже сейчас, во время примерки одежды, которая мне недавно пришла, потому что я заказала себе посылку, я пью кофе. Если у вас есть вопрос к моему внешнему виду, то я просто перед вами решила отчитаться. Я только что помыла волосы, еще не успела их посушить. Сегодня новый день. Сегодня телек, а твое утро начнется с японского завтрака. Я помню, как тебе нравились завтраки в Киото и в Токио, поэтому японский завтрак. Я японский завтрак. Серьезно. Какие японские блюда? Нани. Ну ладно. Она прислала мне рецепт какого-то амурайсу. Это рецепт приготовления омлета современной японской кухни. Яйца. Красный тайский чили. Лук. Куриная грудка. Помидоры черри. Томатный кетчуп. Соус срирача. Срирача. Масло. Шаг первый. Обжарьте чили и лук. Но у меня есть только лук. Добавьте куриные грудки. Добавьте шиитаки. Добавьте рис. Ладно. Моя профессия повар. Ха-ха-ха-ха. Ну, етить, твою мать. Ну, как это работает? Ну, что это такое? Ну, что это? Ну, и блево-то. Там скорлупка. Очень похоже, я считаю. Яичная драчона. Мне не нравится, как оно пахнет. Ничего, можно есть. Кончайте, девочки, кончайте за мной шутить. В изоляции я развлекаюсь как только могу. Поэтому возьми какие-нибудь кастрюльки, положи их и кидай в них шарик. Туториал я тебе скину. Пожалуйста, загугли «яойная манхва» и развлекайся с прочитанным. И комментируй, к кого тебе всё это. Ну, сегодня японский день, что ли, я не понял. Яойная манхва. Не знаю, что это такое. Яй – жанр, изображающий интересные отношения между мужчинами. Манхва – корейская разновидность манги и аниме. Эм, холодает с тех пор, как котёнок ушёл. Прошло несколько месяцев. Короче, стоят два мужика на картинке. Он хлопает мужику по плечу и говорит «да такой, что я даже бы тебя съел». Всё. Очень милые мужики с котятами. Кончайте, девочки, кончайте за мной шутить. Я сейчас немножечко по-другому веду свой инстаграм и делаю немножечко такие противоречивые фоточки, поэтому хочу, чтобы ты тоже сделала какую-нибудь такую пошленькую фоточку в инстаграм и выложила её в сторис или профиль. Пошленькую фоточку? Пошленькую фоточку. Блин, это здание реально. Смывал мне мозг. Смывал мне мозг. А-а-а-а-а-а-а. Искренне надеюсь, что никто особо сильно не оскорбится. Такой вот японский кофе называется «Дриппон». Почему же я не сделала себе на этом глазу эффект от ожога? Потому что я не умею делать эффект от ожога, у него будет вот такой вот а-ля тикток макияж. А глаза я постаралась сделать а-ля кошачий глаз, то, что у него есть, и одновременно, что получилось и мило, и типа так. Да-да-да, внезапно. Зацените просто мои новые вещи, как раз сегодня утром курьер привёз. Бесконтактная доставка, всё по правилам, понимаете ли? О моей подруге недавно был Дере, и я просто сломала себе голову, чтобы ей подарить. А потом я поняла, что вся галерея моих фотографий, она... Я подумала, что ей нужно что-то с шота, например, этот рюкзак. Короче, я стала искать варианты и зашла на сайт, который вы все знаете. Я офигела от того, как много там вещей на любой фандом. Я, короче, я офигела от того, как много там вещей по геройке и по другим аниме. И ей я взяла этот рюкзак с шота, себе я взяла скачанную, прижамую. Потому что его я оттуда люблю. Хлоп просто. Я вообще в шоке. Без шуток, я в шоке. Мне реально кажется, что там можно найти одежду, аксессуары, идеи для подарков. На любой вкус и цвет. Сериалы, аниме, игры, фильмы. Там реально всё есть. Подождите. Я ойщица, не обессудьте. Да и ой, ну и додзи вошли в чат. Ещё я взяла себе маску. Между прочим, очень актуально. Это принт маски Кена. И, кстати, выглядит очень круто. С помощью специального конструктора на сайте вы сможете сами себе всё создавать вручную. И тогда у вас будет кастомная вещь, которую специально для вас отошьёт. Только у всех маек вы можете приобрести лицензированную коллекцию Marvel, DC, Рик и Морти, Гарри Поттер, а также многое другое. Ссылочку на сайт я оставлю вам в описании. А также у вас будет дополнительная 15% скидка, если вы воспользуетесь моим промокодом ЛИССА51. Подбираем одеяние. Одеяние номер раз. Одеяние номер два. Ладно, я берегу чувства не и ойщиц. Господи, какая кислота. Просто какая кислота. Одеяние номер три. Какая-то дичь. Нужен галстук. Когда просто единственный галстук вообще во всем доме выглядит так. Фотошоп наше всё. А жук я в фотошопе добавлю. Знаешь, Титька, я тебе сейчас покажу. Я тебе сейчас покажу, твоя девочка хентай. Я могу вот так, вау, вот так, вау, вот так, вау, вот так могу. Так, теперь будем как-нибудь вот так вот позировать, потому что Тилька... Ха-ха-ха. Пока я позировала, все панцы были наружу, я не показала вам, как я позирую. Поэтому ищите эту фотку в инстаграме, подписывайтесь, ставьте лайки, вот. После великолепной манхвы, пожалуйста, сделай макияж под цвет волос. Так, чтобы тебе один глаз был синий, а второй розовый. Ну, хоть какое-то нормальное задание, пойдемте его делать. Будем краситься под мой новый цвет волос. Там за окном какая-то херня летит. Кого-то улетело, то ли белье, то ли, я не знаю, парашют какой-то. Я как будто пухала всю ночь. Как ты могла недавно заметить, сидя дома на самоизоляции, я умудрилась покрасить тебе волосы. Поэтому хочу, чтобы ты сделала то же самое со своими волосами. Покрась волосы точно так же, как у меня. Помидоры уверну. Поясните мне, пожалуйста, а то я не понимаю, пока я раздеваюсь. Но не до конца, нет, раздеваться до конца я не буду. Правильно ли я понимаю, что стелька хочет, чтобы я сейчас покрасила свои волосы? И сделала окрашивание ровно как у нее. Одна сторона головы будет розовая, другая голубая. Вау, класс! Тут нет никаких шуток, я реально крашусь, как она сейчас. Рука выглядит великолепно. Вейс фор великолепия. Ну это милый, добрый, хороший парень. С чубкой на этом название. Скажите, пожалуйста, что это обязательно смоется с моих волос. Иним проблема. Он вообще нифига не красится. Он просто оставляет мои волосы вот такого вот отличного цвета. Это какой-то провал. Дикая львица, ночью мне снится. Вот с такими глазами меня встречает кот. Надеюсь, тебе, Титька, весело. Кто бы мог подумать, что следующее задание будет таковым. Каковым? Прогуляйся в саду. Как? Не знаю. Придумай. Единственное, что у меня есть, где я могу погулять, это балкон. Я буду лежать, потому что у меня прогулка. Я представляю, что это трава. А судя по цвету, это должна быть вода. Кончайте, девочки, кончайте за мной шутить. На самоизоляции можно забыть про маникюр. Поэтому приходится делать его самой себе. Как бы тебя теперь это тоже ждет. Сделай себе маникюр как угодно. Так выглядят мои ногти. Не смотришь мои сторисы, не смотришь мои видео. У меня есть маникюр, Титька. У меня он есть. Какой маникюр ты хочешь, чтобы я сделала? Ладно, я пойду и перекрашу вот этот палец. Из-за того, что я сделала ножом, там трещина. Интересно, вы видите трещину на моем пальце или нет? This is my finger. Теперь будем просто сидеть и ждать, пока finger не отлупится. Обезжириваем. Это база. Снимаем липкий слой. Готово. Теперь у меня снова свежий маникюр, а этот пальчик больше не треснут. Мы сделаем пульбоги мясо. Корейское мясо. Вкусно, сочно. Ммм, слюнки текут. Что такое пульбоги мясо? Знаменитое корейское блюдо, которое существует уже около тысячи лет. Пульбоги это ароматные нежные кусочки мяса, слегка сладковатые, остренькие. Степень остроты можно регулировать. Ага. Мясо. Давай мясо! Давай мясо! Я заказала в интернете какое-то корейское мясо. Говядина маринованная по-южнокорейски. Выглядит как-то не очень. Но запах тоже не очень. Вываливаю вот эту вот субстанцию сейчас в... Ну, она немножечко мороженая, но я думаю, сейчас разморозится. Не очень хочу брать это в рот. Ладно, вкус не четок, но на запах отвратительно. На запах очень как-то воняет. Мне не нравятся ощущения, которые происходят у меня сейчас в животе после этого мяса. Кончайте, девочки, кончайте за мной шутить. Что? Что? Прикрой с котиком в крестике-нолике. Как ты это будешь делать, я не знаю, но я хочу очень сильно на это посмотреть. У меня с Ансой все прекрасно получается. Я думала, у меня странные развлечения. И так! И так пойдем. Мы будем играть в крестике-нолике. Надо потом что-то сделать. Делаем разлиновку. Мы идем играть в крестике-нолике. Ты должен есть строго по одной. Начинай. Ха! Один ноль в мою пользу! И кот проиграл! Я победила кота! Дважды! Эрил, ты недостойный соперник. Надо что-то полезное сделать. Ну, я не знаю, что можно сделать еще более полезным, чем то, что было до этого. Поэтому изучи первый попавшийся в какой-нибудь популярный танец из ТикТока по туториалу коих миллиард на Ютубе. И покажи свои результаты. Короче, мне понравился вот этот танец, где девочка просто прыгает. Мне кажется, что прыжки я должна повторить. Смотря на раз. Маникюр, педикюр. Вот! Вот так. Мне кажется, я правильно делаю, да? А-а-а-а! Мне кажется, у тебя так же получается. Ладно, я уж не такая плохая, поэтому решила над тобой жалиться и предлагаю тебе поужинать впервые за весь день. Сварь яички и кушай их с кабачковой икру. Кофе, как мне хорошо с тобой. Тилька, что за фиксация на яйцах у тебя? Ждем, когда сварится яичко, яичко, яичко. Яичко сварилось. Это яйцо все окрасило и скрашено, сучку яйцо, сподывайку яйку. Отличная еда. Каждый день так питаюсь. В скобочках нет. А я бы съел. А хочешь, съешь за меня? Божественная еда. Я бы ел и целый день поэту. Клубничка, но не на тортике. И вишенка, но не на тортике. Что? Не знаю. Короче, качай мод Викит Вимс или как-то так. Я думаю, ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Подмигиваю. Мы откачаем его на Симс и вместе с Денисом играй и покажи его реакцию. Да-да-да, мы все хотим это. Короче, Лиса сегодня пошла, видимо, по взрослым развлечениям, как я поняла. Она занимается этим дома. Ага, конечно, да. Все так и поверили, что ты вот этим занимаешься домом. А зачем орел-то? Так, нам нужны сиськи. Давай вылечим грудь. Что такая маленькая? Вот, вот так на попке опусть лежат. Так, давай посмотрим, что у мужиков. Раздеваем мужика. У нас был... Это слоник. Гадость какая. Это краник. А можно вылечить? Смотри, можно сделать этого. Кермита. Твою мать. Макак. Не, я хочу, чтобы у нас кермит был. Спустила меня курок Ооо, гадость Учись, Денис Анна Боброва, возможно, беременна Так он в себя только пальчики сувал Он еще даже не закончил В смысле? Он воняет, он пернул Все, хорош Пердон Смотрите видео, как я делала наращивание ногтей Потому что почему бы и нет И всем пока Люблю вас, целую Пожалуйста, не убейте меня